сегодня сделаю обзорчик на наш домик все давно просили как как мы делали но вы знаете я как-то мы все его никак не доделаем до конца но мне кажется как бесконечно это мы полочки прибываем то я украшаю поэтому я решила что уже хватит а то лет проходит нужно рассказывать и первое почему мы начали делать сами можно же было купить потому что вопрос не только цены потому что когда начинаешь делать то получается что и не совсем все дешево но в основном продаются пластиковые дома либо деревянные очень дорогие у нас это временный такой домик то есть у нас бабушкина бабушкин участок и мы сюда редко приезжаем поэтому мне натуральность материалов не самое главное если бы я делала нас около своего дома знаете а это дачный участок на который мы редко приезжаем поэтому материал выбрали один из дешевых дальше пластик мне не нравится запах когда жара в пластиковых домиках очень запах все равно пластика есть в этом тоже есть небольшой запах но он уже практически выветрился то есть за счет панели осп запах небольшой все таки есть и почему мы сами стали делать потому что у нас все детские дома низкие и мне по размеру было неподходящие те раз те детские домики которые нам подходили они как правило с каким-то горками идут ну то есть скомбинированные с чем-то у меня ребенку ребенок в школу идет и нам уже нужно было ну что-то такое как бы посерьезнее что ли побольше размеров поэтому мы решили что вот вот сами сделаем размер дома определился вот этими панелями осп то есть мы как бы под них все делали чтобы размер соответствовал именно им 0 мы так достаточно просто сделали то есть меня видите эти бревна такие распилили они у нас были по-моему это шпалы валялись у нас и то есть мы делали что что могли что-то из подручного материала вот и основной вот панели эти мы закупили привезли мы их на багажнике вот и конь и такие видите вот основание но я думаю что есть кто-то начнут строить ничего страшного вот вот эту панель видите я не пропустили мы с той стороны доску теперь жалеем потому что щель ну мы знаете как-то так думаю ну как год-два постоит и ладно но ничего страшного то есть получается да в эти стой стоечки у нас такие тоже бруски какие-то мы нашли на крыше тоже осп положили и гибкая у нас вот здесь доски тоже какие-то у нас были то есть мы когда строили мы могли использовать тот материал который у нас был свой и конечно на этом чуть-чуть но все-таки сэкономили вот у сп что плохо если вы доску делаете вы все ровненько делать у сп вот это вот отпиливание она все время неровное и до идеала иногда приходится прям вот лобзиком когда дорабатывать потому что здесь мы где-то вот вот это вот прям стачивали когда пилили чтобы она хоть визуально хоть чуть-чуть ровно смотрелась иначе она была прям плевать вот ну вот это по основным материалам так немножко про петли долго мы думали мудрили дело в том что у нас вот эта часть она была выпилена отсюда но из-за того что вот эти вот спилы у нас шершавые то ребенок попросил подоконник и получилось у меня поднялся немножечко уровень и уже вот эти вот ставни которые мы думали что мы внутрь их вставим да то есть чтобы они были не в это а прям утонули там у нас так не получилось из-за этого а петли мы уже купили которые в общем они должны были по-другому то есть они уже мы купили петли чтобы они были вровень из-за этого мы мудрили мудрили в результате вот так петли сделали но зато у нас здесь аккуратнее стало то есть какой-то подоконник он все-таки нужен для того чтобы закрыть вот этот вот шовчик ну и здесь видите то есть мы вот так петли сделали небольшая щелка но ничего страшного все все равно аккуратненько смотрится окно я довольна и хотела сделать ручки но из того что то есть я утопил то мне нужны были бы до какие-то ручки а так как она внахлёст она так закрывается и я как-то не хочу ничего сюда больше добавлять дальше и вот это вот рамочка она все-таки украсила ребенок старше старался выпиливала немножечко у меня есть ах грехи но все равно все аккуратно получилось и то же самое здесь вот это обрамление мы все-таки сделали и здесь у нас все на щеколочки так вот открывается вполне себе становится здравствуйте я снимаю называется игровой обстановка ребенка по украшению дома значит видите вот у нас такое вот украшение сбоку сейчас кратко расскажу это просто мы вырезали специально сделала такими кривыми как будто дома такая проекция то как как будто они танцуют эти дома обыкновенная фанера сверху покрасил вообще вот просто не загонялась вот эти вот вороны это у нас ведь я покупал очень давно но они так мило сюда запросились у меня что я привезла это скрепки а это обыкновенные антенны видите вот ну просто проволоку свет и издалека это смотрится очень даже хорошо игрушки вот это пластиковые формы для песка которые я покрасила краской вот абсолютно знаете то есть визуально издалека от смотрится хорошо дальше вот такие вот у меня было пасхальное дерево на нем должны были быть яйца и видите эти пасхальные кролики ну вот я их решила что мы их сюда прикрутим и будет нормально то есть вот у меня получилось три машинки дерево с зайками и какие-то васильки и уже очень даже весело ну и облачка я намешала краски голубой белый и получились такие облака сзади у нас такая формируется пиратская композиция тут ведь мы бочку нашли и корабль ну просто вот доски какие-то я купил первые попавшиеся чтобы они выпилили мы их но самый простой способ это тоже форма для песка и вообще задумка началась когда я этот якорь увидела и форму для песка дальше вот этот вот парус это наволочка покрашенная краской для того чтобы она не гнила я ее покрасила видите она фактура получилось как будто хороший парус дальше внутрь я положил бутылку и он тогда получается такой формы как будто его ветер раздул и флажок самый обыкновенный тут у меня море нарисованное тут у меня облачка а это вот сундук тоже бабушкин и там игрушки ну вот старый сундук я говорю еще тогда оформляя просто меня уже попросили сделать обзор мы сейчас крышку сделаем и пока мы здесь у нас хранятся игрушки то есть игрушки для песочницы они все здесь спрятаны и получается как будто такая композиция дождь прошел мы здесь сейчас выравниваем у нас еще здесь земля будет сверху песок ну то есть сверху глины потому что глину оставлять ну неприятно по ней ходить так что сзади домик у нас тоже такая фантастика и сразу хочется быть пиратом мы какой гаражик здесь сделали все машинки у нас из домика переехали сюда дадим мы очень порядок здесь не навели вот потому что нам наверное еще здесь еще одну полку нужно будет делать дадим уль так вот количество спец вот смотрите мы делали под размер вот она панель и под крышу мы ее спилили раз два целая вот по дверь считайте 3 потому что мы ее выпилили дверь 34 панелька 5 панель пополам и наверху одна целая и на крыше у нас там был остаток от крыши от гибкой мы его вот сюда приспособили дальше сначала я про грунтовала все она очень много забирает грунтовки потому что это видео сп очень пористый материал то есть два литра грунтовки у меня ушло и по моему литр краски у меня желтый ушел чтобы его покрасить ну и клумбочки мы тут эти сделали вокруг по площадке что я могу сказать мы выбирали долго это рядом с нами завод вот почему она мне понравилась потому что она легко моется она вот мы их видите и и помыли и не остается никаких следов она легко собирается лишняя влага уходит она очень хорошего качества но она и не дешевая и как бы я ее видела у нас вот детская площадка где что она протестирована что там дети долго гуляют и не это самое не но она не стирать дальше она не скользкая совсем вот за счет вот этих вот пупырышек за ней хорошо легко ухаживать вот сейчас прошел дождь то есть мы ее там допустим подметем и все она достаточно такая значит тепленькая то есть за ней хорошо и мы не очень хорошо выравнивали площадку за счет этого вот то есть мы очень торопились и и ведь то есть она вот эти неровности она как бы скрадывает издалека не видно и в принципе как бы нам там супер ровно как бы и не нужно но еще для чего мы делали этот домик у нас ребенок идет в первый класс и для него было бы психологически тяжело если бы мы все игрушки взяли бы и просто выбросили да то есть мы сюда и как перевезли при этом освободили дом квартиру он уже не играет в эти игрушки но и расстаться психологически еще ребенок не может просто не может ему нужно играть еще поэтому он здесь играет у него есть время дома у нас уже осталось только лего и остались конструкторы такие такие уже достаточно большие серьезные для на для него это психологический такой переход во взрослость да то есть вот этот вот дом вот еще такую функцию выполняет но все всем пока надеюсь я сделал полезный для вас обзор творите придумывайте еще у нас одна сторона у меня осталось а там побежал еще одна у меня одна сторона осталась вот здесь я здесь посадила ромашки и вот здесь задумала паровозик из ромашки на сделать вот выпилить его из какой-то фанеры так что смотрите за моим инстаграмом где я это покажу всем пока оставайтесь на моем канале позитивных идей я долго думал на какой канал но я решила что так как по садовому участку я делаю на этом канале хотя у меня есть детский канал их детство но я решила что там и комментарии у меня сейчас отключены на детском канале и кстати говоря я показывал на канале как я вот это переделал вот эту мельницу она желтого цвета стала из-за домика то есть основной вот этот цвет ушел дверь не закрыл основная тема была у нас именно домик да что вот он за это а цвет стал у него у нас основной из-за вот этого потому что я хотела желтый зеленый но это самый популярный и он закончился и остались синие то есть я хотела зелененьким сделать и вот у меня как бы теперь синие желтые они уже цвета которые я буду соблюдать и дальше дальше то есть они у меня будут уже просить дальше украшать участок и колодец у нас теперь ведь я покрасила так что здесь у меня будут преобразования обязательно здесь я ведь делаю основы для горки альпийский но я думаю что это уже в следующем году окончательно когда у меня все разрастется то покажу как и что я делаю все все пока оставайтесь на моем канале позитивных идей ставьте лайки и не забудьте подписаться если вы это еще не сделали и колокольчик джин 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 чтобы не пропускать мои видео а у нас тут беда борьба с яблоками потому что их слишком много но они такие вкусные белый на лифте